Слушали отрывок из литературной программы Игоря Штерберга, которую он делал на радио «Голос» «Эхо Москвы». И я с удовольствием приглашаю его на сцену. Актер и режиссер Игорь Штерберг. Игорь Бофишев заявлено, что вы актер и режиссер, но там ничего не сказано, что вы делали еще передачи на радио «Эхо Москвы». Что это? Расскажите. Вот мы решили так необычно начать нашу встречу, поскольку эти программы – это то, чем я очень берегно занимался последние годы в Москве. В основном эти программы посвящены репрессированным советским писателям. А во-вторых, потому что эти программы еще непосредственно связаны с темой нашей сегодняшнего вечера. Когда я попал на «Эхо Москвы» 6 лет назад, мне там дали ночь вести со вторника на среду, и плюс еще освещал театральную жизнь Москвы, как корреспондент. И эту ночь надо было чем-то заполнять, и первая, естественно, мысль, которая мне пришла в голову – это сделать большую программу часовую о своей маме, известной израильской певице Ларе Каркан. Как вы знаете из анонса, из афиши, она сегодня будет выступать в нашей встрече. Все второе отделение она будет петь под мой скормный аккомпанемент. Еще в нашем сегодняшнем, в нашей встрече принимает участие отец, тоже знаменитый израильский актер Виктор Штернберг. Виктор сегодня исполняет роль протиста. И Федор Штернберг, он сегодня... Мои родственники, мы срок представься, не верно. Это Рахель Гомар, который ведет сегодняшняя наша. Так, Игорь, если же вы начали говорить про передачи, это сколько передачи у вас будет? Я их сделал около 40. В течение 6 лет? Да, их у меня около 40, маленькие, большие. И когда я сделал по передачу о маме, на это сказали, что все замечательно, давай продолжай. И меня давно, ну это уже в нашем будущем разговоре о Таганке, меня терзало то, что Таганка, как всем известно, был театропальный, и практически ничего от спектакля и театра не осталось. Не на видео, есть, спасибо театральному штатному художнику Саше Спермену, значит, остались какие-то фотографии, остались фонограммы звуковые, и все. И все спектакли эти канули, и я с помощью каких-то радийных средств, и с помощью того, что когда-то я в них принимал участие, я решил дать им, вроде как, насколько это было возможно, вторую жизнь. И я сделал тогда 4 программы о спектаклях театра на Таганке. Товарищи Верь, послушайте, Пугачев и Гамлет. И еще сделал одну программу о спектакле Анатолия Васильевича Эфорса, они знакомы, по незнакомке блога. Все эти программы шли в Москве, на радио Верх Москвы, на других радиостанциях Москвы. Год назад у меня их взяли прямо оптом, прослушав несколько, на голливудское русское радио, КМНБ, тоже там прошли, было очень много звонков. Ну, сейчас мне предстоит сделать то, что я не очень люблю, без всякого кокетства не люблю. Придется рассказать немножко о себе, чтобы, собственно говоря, объяснить, кто я, и что я, собственно говоря, сюда вышел. Игорь, подождите, сначала вопрос такой. А ты не пытался что-то сделать, чтобы в Израиле услышали твою передачу? Честно говоря, пытался немножко в декабре, когда я здесь приезжал в последний раз, пытаюсь сейчас. Я надеюсь, мне кажется, что тема этих программ должна быть очень интересна. Пытаюсь всячески сделать все, что в моих силах и в моих связях, чтобы эти программы здесь шли, или на Райке, или где, я не очень знаю, это поле деятельности, или, может быть, на телевидении, или, может, как-то это переписывал, а другие, конечно, очень много они потеряют в газетных статьях, и еще как-то. Мне кажется, что это как раз то, что нужно донести. Тем более, мне так посчастливилось, что я был очевидцем многих замечательных событий и общался с многими замечательными людьми. И сейчас я вижу еще в зале у нас Марину Концелую, или Рину Конк. И я знаю, что Марина будет брать у тебя интервью 15-го числа этого месяца. Во сколько? На радио это будет? Пять часов, четыре, пять часов сразу после маринга, программа «Контакт» будет. В программе «Контакт» будет. Вы как раз не будете об этом говорить, может, каким-то образом? Я только пришла, чтобы послушать, чтобы передачи их. Я думаю, что мы не повторялись здесь их передачи. Я сегодня лучше расскажу о том, о чем заявлено. Спасибо, Мариночке, вчера вышла статья в вестях вчерашних. Я теперь обязан все, что там было проанонсировано, выполнить. Но я постараюсь как можно меньше... Волнах, в общем, обмана. Да, в волнах, в общем, обмана. Почему? Объясняно в статье. Я постараюсь как можно меньше касаться программ, потому что я думаю, что именно о них там будут звучать фрагменты. Мы поговорим... В радио. Да, по радио. Так, а у нас было объявлено монологи и песни из некоторых поэтических спектаклей «Театр на Таганке». Вот у меня такой вопрос, Игорь. А вообще, как начался ваш роман с Таганкой? Когда это и... Я знаю, что все-таки Виктор работал, отец... Да, сейчас расскажу. Началось это в 67-м году. В Москве появился новый театр. Театр студии «Жавра». И как Люк все эти времена замечательно помнит, я не буду рассказывать, что тогда творилось в нашей советской жизни. И когда появлялся какой-то театр, который выходил, позволял себе смелость выйти за какие-то положенные, отпущенные рамки, и который начинал делать спектакли по качеству лучше, чем какие-то придворные театры, это, естественно, сразу этот театр становился неугодным, нежеланным. И чиновники от культуры пытались с ним что-то сотворить, вплоть до того, чтобы просто его закрыть. Этот театр позволил себе смелость и наглость тогда поставить в жанр на камеру. А ну я, кто помнит пьесу, это про тоталитаризм, о проблеме личности и власти. Естественно, сразу чиновники углядели политическую подоплеку в этом спектакле и всячески пытались закрыть и спектакль и театр. Художественный руководитель этого театра Борис Савча Блынин был человек мудрый, хитрый, и он всякими путями мешал нам сделать такую гадость. И тогда они поступили просто по-бандитски, когда театр был распущен в отпуск, декорации были сожжены, актеры вернулись, уже ни театр, ни декорации, ничего. Им сказали, что у нас государство бумагное, мы вас без работы не оставим. Вот, например, там в городе Химки, в Жеке, есть театральный кружок. Хотите быть там руководителем кружки? Как? Я же это все равно не хотите, тогда ищите его себе сами. Мой отец, человек очень принципиальный, что касается искусства, и он тогда сказал, что или пойду к Юрию любимому Таганку, или пойду водить троллейку. И, очевидно, Господь это услышал, и любимого взял Виктора в театр. Актером в 1972 году. И вот тогда у меня с этим театром это и началось. И Таганка имела свою магию, и я был заражен Таганкой, я был болен, я болен ей до сих пор. Болезнь эта опасная, потому что у Юрия любимого он умел находить какой-то тон очень чистый и очень правдивый в своих спектаклях. И кто часто этот тон слышал, или кто даже кому посчастливилось в этом тоне работать, дальше было невозможно слушать ничего другое. Как... Есть у одного философа замечательная фраза, потому что слушать ЛШ пророков невыносимо, как фальшивую музыку, что сам процесс нестерпимый. И я не говорю, что все про Таганки это все было плохо, нет, но в большинстве случаев, к сожалению, а может так и надо, все остальное вокруг было нестерпимо. И это у меня сохранилось до сих пор, и я не считаю, что это моя беда, я считаю, что это мое большое счастье. И часто меня за это ругали, ну, про это еще побольше поговорим. Я сейчас поставил недавно в Москве спектакль «Скупого рыцаря», естественно, в Пушкинском днях, с Георгием Павловичем Менглетом в главной роли. Дай Бог ему здоровья, может, мы сейчас будем играть в сентябре этот спектакль опять. И меня обвиняли, что протащил Таганчу, но на этом уж я не протащил Таганчу, а попытался протащить вот тот самый чистый тон. И Менглет, гениальный актер, я его очень люблю, он сумел это услышать, потому что он работал всего лишь в театре «Сатиры», и это две противоположные диаметральные вещи, театр Таганчу и театр «Сатиры». Он просто в силу своей какой-то актерской, человеческой чудкости это услышал и смог работать в этом ключе, вместе с молодыми актерами. Ну, об этом речь очень. И с 92-го года я, ну, растворился в Таганке, я каждый вечер приходил и смотрел спектакль. В 72-го. В 72-го, да. В 72-го. В 1900-е. Я каждый вечер ходил, вместо того, чтобы делать домашнее задание в школе, естественно, это тут же отразилось на успеваемости. Еще Таганк сыграл со мной тогда злую шутку. Я так, по мальчуковости, иногда выяснялось, что я о ком-то, о каком-то там, о Майковском, о Пушкин, или еще о ком-то, не в силу своего какого-то образования, а просто в силу того, что я знал на Иисусе Таганский спектакль. Вдруг оказывалось, что я знаю больше, чем учителя литературы. И, конечно, у меня была мальчишеская гордость. Я говорю, там, не помню, кого я звали. Я говорю, вы знаете, вы не правы, потому что там Пушкин в этом году сделал то-то и то-то, из тем-то и из тем-то, назвал даты, фамилии, чуть ли не место, и что они говорили друг другу дословно. Кончалось все тем, что меня, что обычно делали? Меня отправили в советские школы директора, директор вызвал родителей. А что директор говорил родителям, это в третьей части нашего концерта можете узнать лично. Мы, чтобы долго не утомлять вас разговорами, я сразу перейду уже к теме. Да, я хочу, чтобы это был сегодня у нас никакой не академический концерт, когда актер выходит, отрабатывает положенное ему время, зрители хлопают в нужные моменты, потом расходятся. Очень хотелось бы, чтобы нашими общими усилиями это стало встречей, где все себя чувствовали принужденно, раскованно. И если у вас вдруг возникают какие-то вопросы по ходу нашей встречи, ради бога, там, письменно или устно, понимаете, я постараюсь на них ответить. В 64-м году, ну, это факт всем известный, в театральном училище имени Щукина появился и так, очень хороший, добрый человек из Сизуана, который поставил Юрий Петрович Любимова. Тогда же, в этом 64-м году, был не очень хороший театр Плодникова, на Таганской площади, театр грамм и комедии. И вдруг что-то такое снизошло, что у чиновников по культуре появилась светлая мысль. Они решили хороший спектакль поместить в не очень хороший театр, возглавить этот театр Юрию Петровичу Любимову. И так появился театр на Таганке. Так, в двух словах, только помню эту историю. И, молодая труба, играли доброго человека из Сизуана. И все. Из этого, конечно, репертуар состоять не мог. Тогда Андрей Вознесенский предложил сделать вечер собственных стихов. С помощью артиста в этот вечер был осуществлен, и было как добрый человек из Сизуана, дальше вечер Вознесенского. Добрый человек, вечер Вознесенского. Но Андрей, он замечательный поэт, он не актер, у него непоставленный профессиональный голос, поэтому он очень скоро охрип. И тогда актеры предложили Юрию Петровичу сделать вечер своими силами. Просто по стихам Андрея Вознесенского. И так появился спектакль «Антимерный», поэтический спектакль. Я сегодня буду говорить в основном только о поэтических спектаклях. Таганка в том числе славится и тем, что их было очень много в этом театре. И практически во всех спектаклях Таганки, в поэтических и в непоэтических, поют. Таганки, то есть гитара считалась народным таганским инструментом. В театре обязаны все были, если они хотели выжить в этом театре, на чем либо худо-бедно уметь играть и уметь петь. Ну, гитара довольно примитивный инструмент, поэтому все в основном играли на гитарах. Но при этом профессиональных музыкантов было, у нас, по-моему, всего двое. Это Виктор Ширяковский, Дима Межевич. А все играли в первой своей способности, так, чтобы себе аккомбонировать. Я все свои выступления начинаю с песни из этого спектакля «Антимиры». Она называется «Песня Акына» или «Второй». Вне зависимости от того, чему посвящено это выступление. Потому что, по-моему, в этой песне очень-очень хорошие слова, а во-вторых, она мне просто очень нравится. «Не славы и не коровы, не тяжкой короны земной, пошли мне, Господь, второго, чтоб вытянул весь...» Прошу прощения. «Не славы и не коровы, не тяжкой короны земной, пошли мне, Господь, второго, чтоб вытянул весь со мной. Прошу ни любви ворованной, ни милости на денек, пошли мне, Господь, второго, чтоб не был так одинок, чтоб было с кем послаться, аукаться через степь. Для сердца, не для оваций, на два голоса спеть, чтоб кто-нибудь меня понял не часто, ну хоть разок и зараненых губ моих поднял царапнутый пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоем, меня, побледнев от соперничества, прирежет за общим столом. Прости ему, он на гроба, одиночеством окружен, пошли ему, ох, второго, такого, как я и он. Следующий спектакль, о котором я хочу рассказать, спектакль Пугачев. Главное, кто-то наверняка его видел, спектакль тоже не был снят, насколько я знаю, на видео, есть какие-то малюсенькие совершенно фрагменты, есть фотографии, есть фонограмма спектакля, все, что от него осталось, и тоже по этому спектаклю я сделал свою программу на ранее. Кто не видел ни фотографии, ни спектакля, в двух словах расскажу, что он из себя представлял. На авансцене, авансцен опускалась до уровня зрительного зала, стояла огромная плаха, у нее были воткнуты два острых, настоящих топора, и на плате спиной зрителю сидел, опираясь на каятке этих топоров, Пугачев, как на троне. Прямо от его ног, от этой платьи, шел вверх, очень крутой помост к лоснякам, деревянный, довольно неширокий, на котором стояли все пугачевцы. Спектакль, по-моему, премьера была в 67-м году, потом, когда пришел уже актером работать в театре, я в нем участвовал, поэтому могу говорить от первого лица, мы все пугачевцы, и сам Пугачев были коллой по пояс, в штанах из мешковины, высеком, в руках у нас были острые, настоящие топоры, Юрий Петрович любил доставлять артистам всякие неприятности, ну, не изгадки к соображению, а военные спектакли, военные искусства. Когда там кто-то погибал, видите, топоры надо было втыкать в помост, рядом со своей посойной ногой, по своей ногой коллеги, с этой стороны, значит, коллега втыкал тоже рядом с другой ногой. И еще одна неприятность большая в этом спектакле, но очень сильная метафора, это была длинная-длинная цепь, метров 20. Здесь оно у меня и более тонкого сечения, и сваренное в кольцо, а там оно было как длинная такая змея, которая опоясывала всех пугачевцев. И вы знаете, что Хлопушевым первый играл Владимир Семенович Висонский, потом после его смерти играли другие актеры. Хлопушевым появлялся, да, и вот еще может быть такая моя догадка, что может быть вот этот помост, вот эта дорога, и вот эта плаха внизу, может, она навеяла Владимию Семеновичу слова, что а в конце дороги то и плаха с топорами. Ну, это мои догадки. Он, блин, Хлопушев, появлялся наверху и рвался к пугачеву. Ну, помост был очень крутой, поэтому не то, что ходить на нем можно было только стоять в какой-то такой стойке, и когда он кидался вниз, он практически летел, как спортсмен, летит в воду, так он летел не в воду, а он летел в эту плаху, и пугачевцам надо было успеть его подхватить под руки этой самой целью, а бросить назад, дальше он тоже летел, не видя куда. Дальше надо было сзади тоже подхватить под руки, швырнуть вперед, и вот в таких метаниях, в таких киданиях он проводил весь монолог, и часто после спектакля был весь в синяках, как будто сквозь строю. Мы провели, ну, что делать, как говорится. еще в моей программе Алла Демидова сказал замечательную вещь. Я нашел в архивах радио запись, как сам Есенин читает этот самый монолог «Хлопуши». И по рассказам очевидцев он сжимал руки в кулаки и пробивал ногтями кожу на ладонях. Когда он заканчивал читать, у него руки все были в крови. И Алла Демидова в программе в интервью сказала замечательную вещь, что многие сейчас обвиняют актеров, что они вроде как читают и читали «Хлопуши» под Высоцкого. Она говорит, что это неправда, что все стараются читать «Хлопуши» под Есенина. Но, может быть, Высоцкий это делал в светочке зрения наиболее точно. Зуможедшая, бешенная, кровавая муть, что ты, смерть или исцеление калекам? Проведите, проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Я три дня и три ночи искал Ваш умет, тучи сыпались северокаменной грудой. Слава ему! Пусть он даже не Петр! Черн его любит за гусь твои удаль. Я три дня и три ночи блуждал по тропам, в салонце рыл глазами удачу. Ветер волосы мои как салон трепал и цепями дождя обмолачивал. Но ослопленное сердце никогда не заблудится. Эту голову с шеи шибить нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей рассветное роняло мне в рот молоко и холодное корявое вымя сквозь тьму прижимал я как хлеб к истощенным векам. Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Кто ты, кто? Мы не знаем тебя, что тебе нужно в нашем лагере, отчего глаза твои как два цепных капеля беспокойно ворочаются в соленой влаге? Что пришел ты ему сообщить? Злое, доброе, светится из пасти в спурга. Прорубились ли в Азию бунтовщики или как зайцы бегут от Эллимпурга? Где он? Где? Неужели его нет? Тяжелее, чем камни я нес мою душу? А-а-а-а! Давно знать забыли в этой стране про отчаянного негодяя и жулика Хлопушу. Смейся, каторжник! В ваш хмурый стан посылаются замечательные разведчики. Был я каторжник и арестант, был убийца и фальшивомонетчик, но всегда ведь, всегда ветеран ли, поздно ли, расставляет расплата капкан и терни. Заковали в колодки и ворвали ноздри сыну крестьянина Тверской губернии. Десять лет, понимаешь ли ты, десять лет то острожничал я, то бродяжил. Это теплое мясо носил скелет на общивку, как пух левяжий. Черт аль с того, что хотелось мне жить, что жестокостью сердца устало хмуриться. Ах, дорогой мой, для помещика мужик все равно, что овца, что курица. Ежедневно молясь на заре желтый гроб, кандалы я сосал голубыми руками. Вдруг три ночи назад губернатор Рейн сдоп, как сорвавшийся лист, взлетел ко мне в камеру. Слушай, каторжник, так он сказал, лишь тебе одному поверю я. Там в ковыльных просторах ревет гроза, от которой дрожит вся империя. Там какой-то пройдоха. Мошенник и вор вздомил вздевит Россию, ордой грабителей. И дворянские головы сечал топор, как березовые купола в лесной обители. Ты, конечно, сумеешь всадить в него нож. Так он сказал. Так он сказал мне. Вот за эту услугу ты свободу найдешь. И в кармане зазвякает серебро, а не камни. Уж три ночи, три ночи прорываясь сквозь тьму, я ищу его лагерь. И спросить мне некого. Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Следующий спектакль, это тоже один момент, это все спектакли, любимый, поэтому нет смысла каждого разговаривать. Это спектакль Пушкини товарищ Верик, созданный по стихам, прозе Александра Сергеевича, по письмам его друзей и врагов. Мне потом тоже посчастливилось, я играл в этом спектакле Вяземского и Пущина. В спектакле был, да? Да, я хочу спросить, как раз. Я знаю, что был не один Пушкин, а пять, почему? Да, это вот такой был использован прием, по-моему, это гениальное изобретение Юрия Петровича. Сначала это было использовано в Послушайте, а Маяковском, где Маяковского самого изображал на пять сразу актеров. Вроде как, пять разных грани его характера. Потому что, согласитесь, смешно, когда, допустим, выходит маленький человек, ему приклеивают бакенбарды, забивают, он выходит, выстрасти, я Пушкин. Если это и шутка, ну, хорошо. Если дальше она выдерживает, эта шутка. Если человек на полном серьезе заявляет, что он Пушкин, и начинает от лица Пушкина что-то говорить, или это картинка из сумасшедшего дома, или я, потому что меня идиотом считаю. То есть, этот ход возможен, ради бога, но это надо делать в шутку, в серьезную, такой парадокс. Игорь, еще вопрос. Я помню, что вы тоже играли Маяковского, да? Да, это... Одного из Маяковского. Это тоже отдельная история. Посчастливилась я в 83-м году Юрий Васильевич Казиньякцев закончил Щукинское училище. Меня взял на таганку Юрий Петрович. В 83-м и через месяц после этого он уехал в эмиграцию. Я думаю, что это событие никак между собой не связано. Но, тем не менее, так оно случилось. И поэтому непосредственно с Юрием Петровичем я уже работал, это был конец 80-х, мы с ним встретились в Швеции на гастролях с Борисом Годуновым. Я там играл Федора и Курбского. Ну, это я отвлекся. А сразу, когда я пришел в театр, мне Вениамин Смех предложил играть роль Маяковского. Дима Щербаков замечательный актер, он играл одного из Маяковских, пятого. Почему так случилось? Ну, он не любил эту роль, но невозможно, не любил, хотя играл и здорово. И он говорит, Игорь, я тебя умоляю, введись в этот спектакль. Я, трепеща, с удовольствием, с восторгом это сделал, смех в меня ввел. И я тогда очень гордился, потому что на сцене стоял пять Маяковских. Это Шаповалов, сначала эту роль играл Масоцкий, потом Шаповалов, Хмельницкий, Смехов, Золотухин и, значит, я. Масоцкий, Кирпичили, это самое стояло на рамках. И я пытался творчески до них как-то дотягиваться. И также в товарищи Пушкина тоже играли пять человек. В спектакле тоже было очень много для актеров неприятностей. Так как есть такой замечательный актер, гениальный актер Радзеш Дюбраилов. Наверное, многие знают, он несколько раз уже был тут и с Таганкой с другими коллективами в Израиле. Кстати, хотел объявиться у вас есть будут меня поздравить. извините, отвлекусь. Сегодня, седьмого числа, седьмого месяца, исполнилось ровно семь лет, как я приехал в сторону, как Али Ханеша. Это я хочу как Рамзасу вспомнить. Да, в товарищи неприятности все в основном получались с Рамзасом. Я расскажу еще чуть дальше один с ним казус. Дюбри Петрович придумал, что когда Рамзас, вот он единственный маленький, вот его единственного наряжали в Пушкином. Он действительно кучерявый, действительно мы надевали цилиндр, но он очень смешно актер, поэтому все было сделано с ним. И он на полном серьезе выходил и говорил царь, тем ядом напитал свои послушливые стрелы. И любимый пригласил, он был то ли чемпионом мира, то ли чемпионом Советского Союза по стрельбе из лука. И в зрительном зале в проходе появлялся этот самый стрелок и стрелал из лука в эту самую бумажку, которую держал Рамзас в руках. И было очень эффектное стрельбище. Когда летела стрела, втакалась бумажка, и он тем ядом напитался послушливые стрелы, и там на это заслал и соседей. Ну, кончилось тем, что, естественно, тот опоздал и занервничал или еще чего. Он попал Рамзасу в руку, Рамзасу окровавлено убежал со сцены и лучника отменили. Я, сейчас тоже, чтобы не заболтывать долг, я исполню песню из этого спектакля. Там было три песни. Одна на стихе была так Худжаба, было и нельзя воротить и печалиться не о чем. Но, вы знаете, она же там в Тарадасе, как бы я сказал, звучала, да? У каждой гости своей подрастают. И еще одна песня на стихе Дениса Давыдова я обязательно исполнил. И песня на стихе Александра Сергеевича Пушкина называется «На дорожные жалобы». Долго ли мне Долго ли мне Гулять по свету То в коляске То в коляске То верхом То в кибитке То в кибитке То в карете То в телеге То в телеге То пешком Ни в наследственной Перлоге Ни среденческих Могил На большой Мне знать Дороге Умереть Господь Судил На большой На большой Мне знать Дороге Умереть Умереть Господь Судил На каменьях На каменьях Под копытом На горе На горе Под колесом Иль ворву Иль ворву Водой размытом Под разобранным Под разобранным Мостом И чума Меня подцепит Иль мороза На кости нет Иль в лоб Шлагбаум Влепит Непроворный Инвалид Иль в лоб Иль в лоб Шлагбаум Влепит Непроворный Непроворный Инвалид То ли дело То ли дело Быть на месте По Мясницкой По Мясницкой Разъезжать О деревне О деревне О невесте На досуге На досуге Помышлять То ли дело Ларюка Рома Ночью сон Поутручай То ли дело Братцы дома Ну пошел же Погоняй То ли дело То ли дело Братцы дома Ну пошел же Ну пошел же Ну пошел же Погоняй Спасибо Ну и вот про того же самого Рамзеса С ним произошел Такой казус Рамзес пришел На серебряной спектакль В самом Нет уже нет В спектакль шел Пришел Видно после вчера Что он не очень себя Хорошо чувствовал И не очень отдавал отчет Где он Что он И что ему сейчас предстоит делать Но крепился Делал что положено И весь состав спектакля На сцене Он выходит В виде Пушкина И говорит Должен сказать На крыльях Вымыслоносимый Пункт влетал За край земной А между тем Грозы незримой Сбиралась туча Надо мной Рамзес выходит Это потом Входило По Москве Как случай Потом это Входило Как анекдот А сейчас Уже никто не верит Что это было На самом деле Но я вам подтверждаю Как очевидно А он Пушкин Абсолютно Трезвый Он вышел И говорит На крылах Выносомосимый Потом понял Что очевидно Сказал что-то не то Обернулся на коллег Коллеги Уже рыдают И он решил Исправить положение И говорит Он у металла Закрал земно Ну все конечно Грохнули Но это было Камерически Смешно Любимых таких вещей На сцене не прощал Но я думаю Что с ним самим Тоже была истерика Потому что он Потом об этом Не сказал ни слова Не Рабзес И не остальных Вторая песня Из этого спектакля О которой уже сказал Это песня на стихи Дениса Давыдова Вы знаете что человек Это нам в школе И умерли Эскадрон Гусар Летучих Чтобы до него Слетел Я на их руках Моручик Чтобы стены Откуда Ура И тряслись И трепетали Чтоб другие Корпо трали И до нас Придет пора Флангер Банкируй Банкируй Как банкируешь Банкируй Как банкируешь В нервных днях Не унывай А в бою Качай боляй Ради бога Трубку дай Стай бутылки перед нами Всех наездников Зывай За врученными усами Ну еще Позвольте Немножко Серьезные темы Тоже спектакль Который невозможно Обойти Это спектакль Павшие живые Спектакль О поэтах Погибших Во время Великой Отечественной войны У этого спектакля Абсолютно такая же судьба Как у других Таганских спектаклей Он был сделан Шел тогда Три с половиной часа Пришли Пришло управление культуры Спектакль действительно Запретили Как так Оставили на доработке Его дорабатывали В результате Когда его выпустили Спектакль шел всего час сорок Со многими купюрами Но в этом спектакле Первый раз в жизни На сцене Театра Был зажжен Вечный огонь Настоящий огонь Дагадывающие Не любили Всякой бутафории И начался спектакль И стояла Огромная чаша И вспыхивала огонь Весь зал Всегда вставал И Кто-то Я не помню Кто это был Но пришли Какие-то начальники Специально был Целевой спектакль Для каких-то начальников Это был И полный зал Был все В орденах В медалях Что никак Естественно Не говорит О них плохо Наоборот Но это был Единственный случай Когда Зал просидел Весь этот момент Вечного огня Актеры стояли Горел огонь Было огонь Это было Ужасно Нехорошо Я вам покажу Майникый фрагмент Из этого Спектакля Фрагмент О поэте Которую Очень люблю Военном поэте Семене Пуценко У меня тоже есть О нем радиопрограмма Вот может быть Когда-нибудь В Израиле Я не пойду Значит Все услышите О чем я Сегодня рассказываю По воспоминаниям Ильи Еренбурга Еренбург Вспоминал Что Гуценко Пришел Как-то в номер В гостиницу В Ленинграде И говорит Я почитаю стихи И он приготовился К очередному Испытанию Потому что Тогда все писали Там о Гастелло О танках О партизанах И вдруг Он был поражен тем Что вот этот человек Читает А читал он громко Разматывал руками Как будто находился Не в номере гостиницы А где-то на передовой У каждого поэта Есть провинция Она ему ошибки И грехи Все мелкие обиды И провинности Прощает За правдивые стихи И у меня есть тоже Неизменная На карту Не внесенная Одна Суровая моя И откровенная Далекая провинция Война Если я заболею К врачам Обращаться не стану Обращусь я к друзьям Не сочтите Что я вам в бреду Постелите мне стиль Занавесьте мне Окна туман В изголовье повесьте Убавшую с неба Я шагал напролом Никогда я не стыл Не дотрогая Если же ранят меня В справедливых Жестоких боях Забинтуйте мне голову Горной дорогой И укройте меня Одеялом в осенних цветах Забинтуйте мне голову Горной дорогой И укройте меня Одеялом в последних цветах Нас Не нужно Жалеть Ведь мы Никого б не жалели Мы пред нашим Комбатом Как пред Господом Богом чисты На живых Брыжели От крови И глины Шинели На могилах У мертвых Расцвели Полевые цветы Расцвели И опали Проходит четвертая осень Наши матери плачут И ровесницы Молча грустят Мы не знали любви Не изведали счастья Ремесел Нам на долю досталась Нелегкая участь солдат У погодков моих Нет дежон Ни стихов Ни покоя Только сила И юность А когда Воспродимся с войны Все долюбим сполна И напишем Ровесник такое Что отцами Солдатами Будут гордиться Сыны Ну а кто Не вернется Кому-то любить Не придется Ну а кто В сорок первом Первую пулей Сражу Загадает Ровесница Мать На пороге Забьется У погодков Моих Ни стихов Ни покоя Ни жён Нас Не нужно Жалеть Ведь и мы Никого Не жалели Кто в атаку Ходил Кто делился Последним Куском Кто поймет Эту правду Она к нам В окопы И щели Приходила Поспорить Ворчливым Охрипшим Боском Пусть живые Запомнят И пусть поколения Знают Эту взятую Сбою Суровую Правду Солдат И твои костыли И смертельная Рана Сквозная И могила Над Волгой Где тысячи Юных Лежат Это наша Судьба Это с ней Мы ругались Иберии Поднимались В атаку И рвали Над бугом Мосты Нас Не нужно Жалеть Ведь и мы Никого Не жалели Мы Пред нашей Россией И в трудное Время Чисты А когда Мы вернемся А мы Возвратимся С победой Все Как черти Усталые Как люди Живучие Злы Пусть нам Пиво Наварят И мясо Нажарят К обеду Чтоб на ножках Дубовых Повсюду Ловились Столы Мы поклонимся В ноги Родным И страдавшимся Людям Матерей Расцелуем И подруг Что дождались Людям Вот когда Мы вернемся И победу Штыками Добудим Все Долюбим Ровесник И работу Найдем Для себя И как потом Сказал Константин Симонов Гудзенко Очень хорошо Сказал Гудзенко Умер В 52 Году 30 лет От роду И у всех Было такое Ощущение Будто И монастик Долетевший С войны Оскорбок В 81 Году Был Сделан Спектакль В памяти Владимира Семеновича Высоцкого Так и назывался Владимир Высоцкий Наверное Кто-то видел Спектакль Естественно Был тоже Сокрыт Запрещен Любимов На свой страх И риск Играл спектакль Без всякого разрешения Опять Закрывали театр Опять директор театра Чтобы как-то Спасти ситуацию Вложился В больницу С инфарктом В общем История была Опять веселая В этом спектакле Сначала Принимали участие Булата Куджава И Белла Ахмадулина Но потом Любимов Просто чтобы Их не подставлять Решил Что это лучше Будут исполнять Сами актеры Потому что Ну мы Актеры Вроде я в этом Не принимал участия Актеры Вроде не работники Театра Они и отвечают За свое преступление А бедные Булаты Бедная Белла Вроде как Они с удовольствием Они хотели Это делать Но решили Что Тогда в те времена Спокойнее Будет песня Спектакль Будет песня Я спою песню Булат Шалыч Которую написал Память Высоцком А Володе Высоцком Я песню Придумать Решил Вот еще Одному Не вернуться Довой Из похода Говорят Что грешил Что не к сроку Свечу Затушил Как умел Так и жив А безгрешных Не знает природа Говорят Что грешил Что не к сроку Свечу Затушил Как умел Так и жил А безгрешных Булат Шалыч Булат Шалыч Булат Шалыч На черную На черную землю Смустился Черный аист Московский На белое небо Взлетел Черный аист Белое аист Московский На черную землю Смустился Еще песни Из этого спектакля В спектакле Исполнял Замечательный актер Виталий Шаповалов Тоже, я думаю, Вы прекрасно знаете Он приезжал С мастером Марго Маргарет И с другими спектаклями В мастере Он играет Пилата Он выходил На авансцену Бросал перед собой Кепку Становился На колени Перед Кемк И исполнял Такую песню Пол Европы Почти Через злые бои Я прошел И прополз С батальоном А обратно Меня За заслуги Мои Санитарным Везли Эшелоном Подвезли На родимый порог На полуторки К самому дому Я стоял Все в синях Песницы согнул Силу воли Позвал На подмогу Извините Товарищи Что завернул По ошибке К чужому Порогу Дескать Мир До любовь До хлеба На стол Что всадлась Я по дому Ходила Но он Даже ухом В ответ Не повел Вроде так И положено Было Зашатался Некрашенный пол Я не хлопнул Я не хлопнул Двери Никак Когда-то Только окна Открылись Когда я Ушел И взглянули Мне вслед Виновата Управление культуры Поставить Что это Революционное Но он Скал Мать Горького Скали Очень хорошо Но он поставил Как умел Ставить И управление Естественно Опять схватилось За голову Но он Никуда не идёт Мать Горький Спектакль вышел И как-то Пол седьмого Не пришла В театр Зина Славина Который играет Саму мать И естественно Мать Без матери Спектакль Состояться не может Позвонили домой У неё близко Она плохо себя чувствует И прийти никак не может Что делать Полный зал Зрители И тогда Пришла кому-то Замечательная мысль В спектакле Принимали участие Леонид Филатов Золотухин Дима Межевич Про который Он говорил Что он Гитарист Профессиональный Кстати О Диме Влад Шалчак У Джаба Сказал Ну это когда-то В начале В конце этих 60-х годов Он сказал Что это единственное Исполнение Его песен Которые ему нравятся И вот мы с пареной Говорили Дима пел Кто помнит Может быть В 22 часа На Даганке шел Спектакль Работа есть работа Спитывал Пантомима А Дима Сделал в гитаре И пел песню Блаженчик Вот тот самый Дима Межевич Юра Медведев Который Делал Пантомиму В этом спектакле Значит Он тоже Принимал участие В матери Где-то В массовке Это такая Странность Стаганских Спектаклей Говорю это Опять от первого лица Где многие Даже звезды Такие как Малый Сергей Димитов И другие Принимали Участие В массовках И делали Это с большой Радостью Потому что Опять же Тот самый Тот самый Тон И спектакль Была какая-то Энергия Которая заряжала Потом Еще на неделю Вперед И просто Это был Замечательный Акт творчества В котором Не принять участие Было просто Преступление Для себя И Быстро Сделали концерт Таганских Актеров По-моему Юрий Петрович Вышел на сцену Говорит Так и так Зина Славина Заболела Просит Приносим Свои извинения Кто хочет Пожалуйста В кассе Может получить Деньги За билет Но мы Сейчас Сыграли концерт Хотите Да Да Сыграли Концерт И Это получилось Очень Здорово И решили Из этого Сделать Спектакль Насвали его В поисках Жанра Чтобы никто Не придрался Какого жанра Мы ищем Слышат Дима Пел песни Всевозможные Я вот Из его Репертуара Исполнись Сегодня Две песни Даже Три Нашли В тот же вечер Владимир Семен Он оказался Дома Он срочно Прилетел В театр Он тоже Пел песни И он Потом Он тоже Всегда В этом спектакле Принимал Участие Потому что Это была для него Возможность Помимо концертов На своих родных Таганских Подмосках И Показать Какие-то Новые Свои Работы И спеть Песни Которые Он всегда Пел Во всех Концертах Наверное Потому что Считал Чем-то Очень важным Игорь Пентаграмов А этот спектакль Он много Маршал Долго Я не помню Он шел точно По смерти Гадима Семеновича Потом Я просто Ушел Учиться В Чукинское Училище Потому что Я в 77 Работал Модировщиком Декораций В театре И Когда Был последний Цветар Честно говоря Я не помню Ну Года Три-четыре Вошел Одни Те же Актеры Работают Секрет Каждый Мог Прийти Кирилл Петрович Кирилл Петрович У меня там Есть Тот Итог Я хочу Спеть Хочу Суприсать Хочу Сделать Что угодно И если Кирилл Петрович Доверял Этому Актеру То Он говорит Да Пожалуйста Идти Пришась Не доверял Просил Показаться То есть Принять Имел право Любой Актер И даже Не актер Потому что На Таганке Был уникальный Монтировочный Цех Говорю Как сам Бывший Из этого Цеха И не потому Что Я хочу Себе Присвоить Его уникальность Там На самом деле У нас были Поэты У нас были Киноактеры Которые Сейчас У него Делают И они пошли Не взят Киноактеру Работать Чуть Пошли Монтировщикам На Таганку Поэтому Принять На спектакль Участие Мог Кто Угодно Золотухин Читал Тогда Главы Столько Что Написаны Им Книги Где Он Много Писал Высоцкому Том Осен Филатов Читал Замечательные Пародии На Разных Советских Поэтов В того Время Добрые Пародии Все Эти Поэты Их Слышали Никто Не Обижался Золотухин Читал Он Читал Главу Из книги О том Как Они Когда-то Снимали Снимались С Вадим Семеновичем В спектакле Хозяин Тайги И Потом Спектакль Владимир Высоцкий В этот момент Опускалась Огромная Лампа Фотолампа Сверху И Валера Говорил Что Мы Жили В какой-то Избушке Кругом Была Тайга Почему Ты Висела Очень Большая Лампа В 500 Свечей Жарила Жаром и светом Круглые сутки И Начнусь Володей Жили Там Были Китнары И Володя Тогда Писал Охоту На Волков Там Написал Бань И Он Часто Ко Обращался Валера Как Ты Считаешь Лучше Это Написать Я Ему Совет Всегда Слушаю Потом Я Делал Как Программу О Гамлете Программы Всегда Были Повещены Не Только Спектаклю Но Еще Чему В Незнакомке Блока Я О Блоке Много Рассказал Именно О Как Он Писал В Пугачеве Там Целая История Пуш Есенинского В программе Пугачеве Есенинского Кончины Вы знаете Что есть Масса Версий Того Как Он Ушел В Мир И Там Одна Из Абсолютно Достоверных Официальных Версий Такая Живез Самоубийство Значит То Что Версия Расписана По Секундам Как К нему Пришли Как Волгу Лепей Как Его Били Связали Потом И Там Есть Факты По Которым Он Не Мог Сам Вот Это Все Осуществить Над Собой Физически Не Мог Дотянуться Не Мог Сделать Это Не Мог Сделать Это Что Все Это Сделано На Дню Потом Инстерин Само Вес Но Я Опять И Потом Когда Дела Программу Владимира Семеновича И Слушал Тоже Много Фонограмм Из Концертов В Одной Он Тоже Рассказывает Про Избушку С Валерой Про Эту Огромную Лампу И Он Приходили Со Съемок Очень Длинные Съемки Там Комары Там Дочек Всякие Неприятности Погодные Приходил Я Тогда Писал Бань Валера Рядом Спал Пьяный Две Такие Версии Написание Бань Бань Ну Я Охотно Верю И Второй Версии Поскольку Сам Был Не Без Греха С Другой Стар Творческий Человек Если Он Не Пьет Не Курит Вообще Без Греш Он Не Может Без Творческим Человек Это Глубокое Удвеждение Чего я часто находил Жизнь Подверждение Вот И Значит Спектакль В поисках Жанра Большим Другом Театра На Даганке Был Юрий Висбор Тима Межевич Всполнял Песню Висбор В этом Спектакле Песня Само Себе Довольно Редкая Поскольку Она Написана Белым Стихом Тоже Я очень Люблю Эту Песню Пасечка Нет Она Называется В Ялте Ноябрь В Ялте Ноябрь Ветер Гонит По набережной Желтые Жухлые Листья Глотанов Волны Ревя Разбиваются О парамет Словно Хотят Добежать До ларька Где торгуют Горячим Бульоном В Ялте Ноябрь В Ялте Пусто Как в летнем Кино Где только Что шла Французская Драма Где до сих Котор Не остыли Моторы Проекторов И лишь Экран Одиноко Висит Освещенный Косым Фонарем В Ялте Ноябрь Где-то В далеких Норвежских Горах Возле Избы Где живут Пожилые Крестьяне Этот Циклон Родился И пройдя Пол Европы Он Обессиленный Все же Холодит Ваши Щеки Ялте Ноябрь Разрешите О том Пожалеть И с легким Трепетом Взять Вас За плечи В нашем Кино Приключений Осталось Немного Так Будем Судьбе Благодарны За этот Печальный Оброденный Кем-то Билет И еще Песня Владимира Семеновича Песня Известная Баллада О борьбе Он Ее Очень часто Исполнял Именно в этом Спектакле Наверное Считал ее Почему-то Важной Для себя И для Зрителей И мне Тоже кажется Что Среди Всей Ерунды Которые Сейчас У нас У нас В Москве Идет По радио Или По телевизору Все эти Жуткие Мультики Или Все Вы прекрасно Знаете Что там У нас идет Это идет По всему миру Если вы хотя бы Раз в месяц Передавали Такую песню Или Какую Подробную Этой Песне То Может быть Наша Молодежь Стала бы Чуть-чуть Лучше Володобре Среди Оплывших Свечей И вечерних Молитв Среди Военных Трофеев И Мирных Костров Жили Книжные Дети Не Знавшие Битв Изнывают Мелких Своих Катастроф Детям Вечно Досаденных Возраст И Доролись Мы Досаден До Смертных Абит Но Рубаки Глотали Нам Матери В Срок Мы же Книги Глотали Пьянее От Строг Липли Волосы Нам На Вспотевшие Лубы И Сосал Под ложечкой Сладко От Фраз И Кружил Наши Головы Запах Борьбы Со Страниц Пожелтевших Стекая На Нас Не Пытались Постичь Мы Не Знавшие Вой За Воинственный Клич Принимавшие Вой Тайну Слова Приказ Назначение Границ Смысл Атаки И Ляск Боевых Колесниц А В В Кипящих Котлах Прежних Гой Нес Сколько Пищи Для Маленьких Наших Мозгов Мы На Роле Предателей Трусов Иуд В детских Играх своих назначали врагов И злодея следам Не давали остыть И прекраснейших дам Обещали любить И друзей успокоив И ближних любя Мы на роли героев Ввалили себя Только в грезы нельзя Насовсем убежать Краткий миг для забав Сколько боли мог Попытайся у мертвых Ладони разжать И оружие принять Из натруженных рук Испытай Завладев Еще темным мечом И доспехи надев Что почем, что почем Разузнай, кто ты трус Или странник судьбы И попробуй на вкус Настоящей борьбы И когда Рядом рухнет Израненный друг И над первой потерей Ты взвонишь Скорбя И когда ты без кожи Останешься вдруг От того, что убили его И тебя Ты поймешь Что узнал Отличил Отличил Отыскал По скалу забрал Это смерть я скал Ложь и зло Погляди Как их лица грубые И всегда позади Ворония И гробы Если путь Прорывая Отцовским мечом Ты соленые слезы На ус Намотал Если в жарком бою Разузнал, что почем Значит, нужные книги Ты в детстве читал Если мясо с ножа Ты не ел, не узка Если руки с лажа Наблюдал С высока И в борьбу не вступил Под лицом Палачом Значит, в жизни Ты был Ни при чем Ни при чем Песня Про белого слова Жили-были В Индии Самые старины Дикие Огромные Серые слоны Слоны Слонялись В джунглях Без маршрута Один из них Был белый Почему-то Добрым глазом Тихим нравом Отличался он И умом И мастью Благородной Средь своих Собратьев Серых Белый Слон Был, конечно Белый Вороной И владыка Индии Были Времена Мне Без уважения Подарил Слона Зачем Мне слон Спросил я Инноверца А он Сказал Слоне Большое Сердце Слон Мне сделал Реверанс А я Ему Поклон Речь Моя Была Незлой Нетихой Потому Что Оказалось Этот Белый Слон Был К тому Ж Белой Слонихой Я Прекрасно Выглядел Сидя Слоней Слоней Ездил Я По Индии Сказочной Стране Ах Где Мы Только Вместе Не Скидались И В тесноте Отлично Уживались И Бывало Шли Мы Петь По Чьей Нибудь Балкон Да Мы Так И Прыгали И Спали Надо Вам Сказать Что Этот Белый Слон Был Необычайно Музыкальный Карту Мира Видели Вы Наверняка Знаете Что В Индии Тоже Есть Река Мой Слон И Обитались Сокру Ман Нога И Как Потерялись В дебрях Ган Я Метался По Реке Забыв Еду И Сон Без Возвратно Подорвал Здоровье А Потом Сказали Мне Твой Белый Слон Встретил Станы Белые Слоновья Долго Был В обиде Я Только Вот Тена Мне Владыка Индии Вновь Прислал Слона Видит Украшение Для Трости Белый Слон Но Слонов И Гости Говорят Что Семь Слонов Иметь Хороший Тон На Шкафу Как Средство От Напасти Пусть Гуляет В Лучше Белом Стаде Белый Слон Пусть Пусть Лучше Не Приносит Счастье Пусть Гуляет Лучше Белом Стаде Белый Слон Пусть Он Лучше Не Приносит Счастье Белый Слонов Слонов И чтобы Вам Больше Устроение Не портить Такими Грустными Историями Две Шуточные Песни На стихе Роберта Бернса В красавицу Мэри Всем сердцем Влюблен К отцу С этой вестью Направился Джон Отец Разделил Мою радость Со мной Назвать Собираюсь Я Мэри Женой У юноши Взор Нежной Страстью Борит Но Сыном Со вздох Отец Говорит За Матерью Мэри Лет Двадцать Назад Ухаживал Я Признаюсь Виноват Без Свадебных Планов Сыночек Не строй Тебе Ведь Приходит За Мэри Сестрой Ужасным Известием Таким Порожон Два месяца Был В огорчении Дешен Но Ай, ну пора И Клара Увы Тебе Тоже Сестра Ужасным Известием Таким Порожон Полгода От девушек Прятался Джон Но Кэт Сыночек Горюет А мать Весела Женись На ком Хочешь Сынок Ничего Не слушай Отца Ты ведь Сын Не его Я помудрился После 30 градусов Московской жары 30 градусов Иерусалимской Простудиться Прошу прощения Вторая песня Называется Четыре Ночи Раз прихожу К себе домой Был трест Не очень я Вдруг вижу Лошадь Во дворе А лошадь Не моя Своей Хорошенькой Жене Сказал С упреком Я Зачем Чужая Лошадь Там Где Быть Должна Моя Что Где Ты Лошади Видишь Там Что Лучше Спать Корова Дойная Стоит Что Привела Мне Мать Я Пошел Весь Белый Свет Объездил Все Края Коровы Дойной Под седлом Нигде Не Видел Я Вот На Вторую Ночь Пришел Был треск Не очень я Вдруг Вижу Шляпа На Гвозде А Шляпа Не Моя Своей Хорошенькой Жене Сказал Супреком Я Зачем Чужая Шляпа Там Где Быть Должна Моя Что Где Ты Шляпу Видишь Там Что Лучше Спать Коршок На Гвозди Квозди Весил Что Принесла Мне Мать Я Пошел Весь Белый Свет Объездил Все Края Но Вот Соломенный Коршок Нигде Не Видел Я На Третью Ночь Пришел Домой Был Треть Не Очень Я На Стуле Вижу Пару Брюк А Бара Не Моя Сказал Тогда Своей Жене Секретов Не Дай Зачем Тежие Брюки Там Где Быть Должны Мои Что Где Бил Брюки Видишь Там Что Лучше Спать Тут Тряпка Быльная Висит Что Принесла Понимать Я Пошел Весь Белый Свет Объездил Все Края С Застежкой Молнии Нигде Не Видел Тряпки Я Четвертый Раз Пришел Замой Полтрест Не Очень Я Вдруг На Подушке Голова Но Вижу Не Моя Своей Хорошенькой Жене Сказал Супреком Я Зачем Чужая Голова Где Быть Должна Моя Что Где Ты Голову Узрел Шел Б Лучше Спать Качан Капусты Там Лежит Что Принесла Мне Мать Я Обошел Беспелый Свет Объездил Все Края Но Что Качан Сусами Был Нигде Не Видел Я И Последней Песни Я Сейчас Приглашу На сцену Я Хотела Тебя Спросить Еще Что Да Вот Например Ты Несколько лет Поработала Вместе С Отцом В театре Вы Играли Вместе В этом Спектакле Да И Не раз Виктор Может Ты Хочешь Сказать Не Хочешь Он Сегодня Родист Мы Играли Вместе У нас Был Просто Не Дуэ Как Назвать Стрел В Спектакле А Завис Здесь Стихи Ну Кто Помнит Все Свои Сповед Смотрел Спектакль Или Кино Там Лиза Бричкина Когда Тонет В болоте Она Вспоминает И Свои Жусь Кусочек И Она Вспоминает Как К ним В дом Когда Приехал В деревню Потом Врядчик Врядчик Приехал Охотник Молодой Из города Вот Я как раз Играл Охотника Который Работал Как раз В этих Самых Органов Мой Отец Играл Отца Лиза Лиза Играла Лена Корнилова Был Замечательный Эпизод Я лично Начну Иду К ним Участвовать Еще Мы Играли Вместе В спектакле Отмен По Юрии Трифонову И Опять Как Ушника Там Опять Я играл Абсолютно Дурного Чемного Нетрезвого Который Начал Бегал По Деревне Наганом За Собакой Стрелял В эту Собаку Говорил Ах ты Сволочь Она Вовке Штаны Порвала Это Жену Нас Перепугалась Это Вылазка Это Контроляционная Собака Бегал По всей Деревне Старался Убить Эту Собаку И У персонажа Которого Играл Виктор Было Такое Несчастье Что Я Был Его Брат Поэтому Во Время Моей Упора И Стрельбы Кричал Васильев Хватит Что Ты Делаешь Там Детей Разбудешь Второе Ну Еще Любимов Любил Очень Массовые Сцены В Еще Еще Сказать Я Хочу Вочесть Эльскром Который Только Сейчас Можно Сейчас Давайте Позже Вот И Спектакль В 10 дней О котором Я Упомянул Бреже Чем Представить Вторую Часть Нашего Встречи Представить Клава Каркан Есть Полупесня С 10 дней Представьте Себе Кто Не видел Спектакль Значит Нэд Перовский Базар Москва И что На этом Базаре Происходит На Перовском На Базаре Шум и Тарарар Продается Все что Надо Барахло И хлам Бабы Тряпки И корзины Толпами Народ Бабы Тряпки И корзины Заняли Проход Есть Газеты Семечки Каленые Я Сигареты Аккум Лямон Есть Вода Холодная Вода Пейте Живут Воду Господа Дорог Раздался На Базаре Крик Алло Карман Плавки Кто-то постарался Вывернул Карман Ох Радуйте Граждане Хорошие Я из Кармана Меня вытащили Граждан Да так Тебе И надо Не будь Такой Болван И нечего Тебе Хлазить На Яропланы Есть Газеты Семечки Каленые Я Сигареты Аккум Лямон Есть Вода Холодная Вода Пейте Живут Господа Я Я Обращаюсь Ко всем Прошел Час Двадцать Час Двадцать Да Если хотите Перерыв Попить Кофе Чай Воду Покурить И наоборот То мы Тогда Сейчас Делаем Перерыв Я С удовольствием Представляю Дослушную Отече России Певицу Клару Каркан Маму Игоря Жену Виктора И Парту Свети Которую Все Мы Очень Любим Все Ее Хорошо Знают Израиль Добрый Вет Еще Вот Одну Песню В общем У меня Много Программ Вся Их Я Так Понемножку Сейчас Из На стихи Марины Цветаевой Музыка Луиза Хмельницкой Это Родная Сестра Бориса Хмельницкого Красавца Тоже Из Театра Натаганки Которая Киноактер И Песня Называется Бабушка Но я Начала Петь Еще Тогда Когда Еще Не Родился Федя Поэтому Текст Там Немножко Надо Изменить Но Уж Как Есть Как Написала Цветаева Итак Луиза Хмельницкая Стихи Марины Цветаевой Бабушка Когда Я Стану Бабушкой Годом Через Десяточек Причудницей Забавницей Пик С головы До пяточек И внук Кудряш Егорушка Взревет Давай Ружье Я Брошу Листы Дерышко Сокровище Моё Мать Сплачет Год Три Месяца А Уж Пойди Как Зон А Я Скажу Пусть Месяца А Я Скажу Пусть Месяца А Я Скажу Пусть Месяца Знать Бабушка Пошел Егорушка Егорушка Егор Брат Рёбрышка Егорушка Егорушка Егор Свет Храбрец Когда Я Стану Бабушка Седой Коргою С клюшкой И Минучая Полочка Радучей Ширьём С метнов Крилюмками Кого Скажите Бабушка Мне Псять Из Семерых Я Прокину Лавочку Я Залепчусь Как Викарь Мать Ни Стыда Ни Совести И Вгроб Пойдёшь Пляша Аминь Аминь Продолжение следует...